Капремонт детских садов в Альметьевске обновят 13 учреждений. Проект для каждого индивидуальный. В каждой группе будет новая горка. Эволюция библиотеки. Как меняется хранилище знаний. Теперь это будет место, где можно не только почитать книгу, но и выпить кофе и даже заняться творчеством. На сцене у нас будут проходить музыкальные мероприятия. Ремонт дорог в Альметьевске обновят 4 проблемных участка, где работы уже стартовали. Здесь работает вся спецтехника, которую мы имеем. Об этих и других событиях расскажем в сегодняшнем выпуске в эфире новости Альметьевска в студии Елена Морданшина. В 13 детских садах Альметьевска идет капитальный ремонт. Работа финансируется из республиканского бюджета. В этом году на ремонт было выделено 130 миллионов рублей. Проект индивидуальный для каждого сада. На одном из объектов сегодня была наша съемочная группа. Работать нам и находиться здесь деткам нашим. Поэтому кому так не нам знать, что нужно детскому саду. Мнение руководства здесь учитывается во всем. Вплоть до выбора цвета плитки. Оно уже решало, что именно будут ремонтировать в детском саду. Поэтому у каждого сада проект капитального ремонта свой. В детском саду номер 5 «Колокольчик» было решено всей силы бросить на внутреннюю часть здания. Здесь меняют практически все. Систему отопления, пожарной безопасности, старую проводку, сантехнику. Установят новые двери, покрасят стены. Заменят и полы. В группах на первом этаже они будут теплыми. А во дворе детского сада появятся новые мафы. В каждой группе новый домик, в каждой группе будет новая песочница, в каждой группе будет новая горка, в каждой группе будет качели согласно возрасту обязательно. И горки также будут согласно возрасту. Миняет в детском саду и входные группы. Крыша одной из них была разрушена из-за упавшей глыбы льда. Также на крыше установят снегоудержатели, чтобы ситуация не повторилась и дети могли безопасно выходить из здания. На территории уже установили новое ограждение. Теперь в детском саду появится дополнительный вход, чтобы разгрузить автомобильный трафик на дороге, так как рядом находится еще один детский сад. Ремонт сейчас идет в 13 детских садах города. «Пять в сельских населенных пунктах и восемь в городе. Общий лимит финансированный 130 миллионов рублей. Республиканский бюджет. Также на завершение капитального ремонта в данных детских садах еще в поддержке Татнефть выделено 30 миллионов рублей». Программа капитального ремонта детских садов в республике реализуется с 2015 года. За последние пять лет в Татарстане было отремонтировано 379 детских садов. Капремонт проходит и в детской библиотеке, которая находится на улице Тельмана. После обновления там можно будет не только почитать книги. В учреждении оборудуют кулинарную студию, кофейню и установят грифельную стену для рисования. Для нашей съемочной группы провели экскурсию по библиотеке и показали, как идет преображение. «Яркий, интересный дизайн здесь будет». В Центральной детской библиотеке имени Тукая с конца апреля идет ремонт. На втором этаже сделали новый пол, установили вентиляционную систему, поменяли электропроводку. Но на этом работа не заканчивается. Здесь будет конференц-зал, где будут проводить встречи с писателями. На сцене у нас будут проходить музыкальные мероприятия, и для этого мы планируем приобрести современную акустическую систему. А в другой комнате раньше был читальный зал. Теперь тут будет компьютерная зона и игровая для детей. А еще зона коллективной работы, где посетители смогут пообщаться, что-то обсудить или провести лекцию. Для этого рядом установят интерактивную доску. Здесь планируется графитовая стена, где дети смогут рисовать. А тут будет находиться кулинарная студия, где ребята смогут готовить даже библиотеки. В ближайшее время приступят к ремонту первого этажа. Здесь уберут стены и сделают открытое пространство, которое будет делиться на несколько зон. А в вестибюле планируют кофейню. Обновить здание получилось благодаря помощи Татнефти. Компания предоставила средства для того, чтобы библиотеки сделали ремонт фасада, внутреннюю отделку и благоустроили прилегающую территорию. У нас очень много звонков от читателей, которые интересуются, когда же будет завершен ремонт, потому что они хотят прийти к нам в библиотеку и увидеть, какая она будет в новом облике. За год учреждение посещало около 7 тысяч детей. В фондах библиотеки более 53 тысяч книг на русском, татарском и английском языках. Ремонт планируют завершить до конца этого года. Лисанов Залова, Ильшат Бахтиев, Альмитиск ТВ. В Альмитиске начался ремонт на улице Аминова. На дороге заменят верхний слой, отремонтируют дождеприемники. Сейчас на участке заканчивают фрезерование покрытия. Далее на дорогу нанесут новый слой асфальта толщиной в 5 сантиметров. В течение 5-6 дней, если погода будет благоприятной, ремонт на участке завершат. Здесь работает вся спецтехника, которую мы имеем. Вся техника импортная. Я думаю, все сделаем качественной дорогой. Также при поддержке компании «Татнефть» в городе отремонтируют участки на улицах Ленина, Тухватулина и на проспекте Зарипова. Об этом во время прямого эфира сообщил глава района Тимур Нагуманов. Нашим дорожникам предстоит сделать большой объем работы. Да, я знаю, что на этом все вопросы, проблемы дорожных, уличные сети в городе Альметьевске не решаются. Много вы пишете, дорогие альметьевцы, по поводу того, что каждому перед домом нужен новый асфальт. К сожалению, пока возможности сделать везде этот асфальт у нас нет. Особенно это касается частного сектора, где у нас большая протяженность дорог с очень низкой плотностью населения. И все-таки в этом году мы основное внимание сосредоточили на основных улицах города, по которым проезжает большое количество автомобилей. 6 августа в некоторых домах и учреждениях в Альметьевске и Альметьевском районе не будет холодной воды. Прекращение подачи связано с ремонтными работами. С 8 часов утра и до окончания работ остановится подача на микрорайон ДОСААФ. И также по причине проведения ремонтных работ в этот же день с 8 часов до 12 дня холодную воду отключат на станции Минебаева. И к другой теме. Начало недели отметилось для ТАТ нефти очередным достижением. Компания добыла 10-миллионную тонну сверхвязкой нефти. Журналисты побывали на отборе юбилейной пробы нефти. Вот она проба юбилейной 10-миллионной тонны сверхвязкой нефти. Знаменательное событие произошло на скважине 27.016 дымного поднятия морозного месторождения. Его разрабатывает НГДУ «Елховнефть». В этих 10-ти миллионах труд многих людей. И нам очень радостно, что именно нашему коллективу доверен отбор юбилейной пробы. В НГДУ добыто более 300 тысяч тонн сверхвязкой нефти. Среднесуточный дебет – 910 тонн. Предприятие разрабатывает 5 поднятий на 4-х месторождениях. «Елховнефть» еще в самом начале пути освоения залежей СВН. Большие достижения у нее впереди. А то, что такое знаменательное событие происходит на их объекте для работников «Елховнефть» – повод для гордости и символ для дальнейшей успешной работы. Нам выпала большая честь отобрать пробу с 10-миллионной тонны сверхвязкой нефти. 10 миллионов тонн нефти – для нас очень важная цифра. И я горжусь тем, что в этом есть частица моего труда. Сегодня добычей сверхвязкой нефти занимаются три нефтегазодобывающих управления. «Нурлатнефть», «Ямашнефть» и «Елховнефть». «Ямашнефть» добывает сверхвязкую нефть с 2016 года. Но львиная доля добычи приходится на НГДУ «Нурлатнефть», который добывает СВН с 2006 года. На счету «Нурлатцев» 6 миллионов тонн. Внедрение передовых технологий, инновации, повышение эффективности разработки и добычи позволило уже через 4 года довести объем добычи до 10 миллионов тонн. «На сегодня у нас находится в разработке 24 поднятия сверхвязки нефти на 18 месторождениях. Из этих месторождений наиболее крупные значимые – это Шалчинская, Черемшанская, Морозная, Новочегадайская. Большие дебиты доходят почти, самые нефтяные скважины добывают до 80 тонн суточно, а средний дебит – около 24 тонн в сутки». Пробы на скважинах берутся раз в неделю, строго по графику, и отправляются в химико-аналитическую лабораторию. Вот и эта юбилейная проба сначала пройдет лабораторные исследования, а потом останется в качестве сувенира на хранение в цехах добычи СВН трех НГДУ. И еще информация. Уборочная кампания в районе идет полным ходом. По состоянию на утро 5 августа аграрии убрали зерновые культуры на площади в 6620 гектаров. Это более 16% от плановых значений. На молот составил почти 23 тонны зерна, в том числе 180 тонн за минувшие сутки. Средняя урожайность – 34,5 сантиметра с гектара. Это еще не все новости. Смотрите во второй части выпуска. Отдыхающим памятка и рекомендации. Спасатели обходят территорию городского озера и дикие пляжи. В жаркие дни проводят по несколько обходов. Чтобы лето было безопасным, юные инспекторы движения патрулируют детские площадки. С какой целью они вышли в рейд? Вальметьевские спасатели продолжают проводить профилактические рейды по несанкционированным местам купания. Их задача – предупредить отдыхающих о том, чем опасно купание в местах, которые специально для этого не подготовлены. Насколько эффективно такое патрулирование и какие меры предосторожности следует соблюдать, расскажем в следующем сюжете. Одна из основных причин гибели людей на водных объектах – это купание в запрещенных местах. Чтобы держать ситуацию под контролем и не допустить несчастных случаев на воде, спасатели ежедневно патрулируют места несанкционированного купания. Проверяют и загородные водоемы. В жаркие дни на каждом объекте проводят по два рейда за сутки. Сотрудники МЧС вручают отдыхающим памятки и напоминают о мерах безопасности. «Количество несчастных случаев, которые происходили ранее по Альметьевскому муниципальному району, их количество десятки были. На сегодняшний день, первый, допустим, 18-19 год, два года, мы нулевым показателем по несчастным случаям на воде. А так люди стараются, и это количество снижается. Это отрадно уже. Мы не теряем людей на воде». Единственным местом, где купание официально разрешено, является бассейн на территории городского пляжа. Два раза в сутки здесь производится двухэтапная очистка воды. Каждые три часа проводится дезинфекция поверхностей. По-прежнему купание запрещено на водохранилище, каскаде фрудов, реке Степной Зай и в городском озере. «Отдыхать можно, но купание запрещено. Эти нормы безопасности на воде, которые предписаны ГИМСом, и нами надо соблюдать. Если пришли, пожалуйста, отдыхайте. При этом обязательно соблюдайте социальную дистанцию и, как говорится, благополучного отдыха». Профилактические рейды продолжатся до окончания сезона. Ангелина Хабибулина, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ. И еще на тему безопасности, но на этот раз на дороге юные инспекторы дорожного движения вышли на улицы Альметьевска, чтобы напомнить правила безопасного поведения. Юидовцы пообщались с пешеходами, велосипедистами и скейтбордистами. В городе прошла акция «Безопасное лето». О правилах дорожного движения детям рассказывают дети. Отряд юных инспекторов дорожного движения вышел на городские улицы, чтобы напомнить своим сверстникам важные правила. Днем, особенно во время каникул, на каскаде прудов гуляет много детей. Здесь и детская площадка, и скейтпарк, и велодорожки. Поэтому часто ребята катаются тут на велосипедах, самокатах и скейтбордах. «По велосипедисты где могут ездить вообще?» «По велосипедным дорожкам». «Только по велосипедным дорожкам, да?» Детям задавали вопросы о ПДД как для велосипедистов, так и для пешеходов и пассажиров автомобилей. Большинство правила знают. «Во время акции мы разговаривали с детьми, с родителями, знают ли они правила дорожного движения, соблюдают ли они их. Мы раздавали им памятки, памятки юного велосипедистов, памятки юного пешехода, памятки для родителей». Профилактические акции по безопасности детей на дорогах проходят в городе регулярно. Но все же ДТП с участием детей на дорогах в Альметьевске происходят. «За полугодие у нас итоги, конечно, немного лучше по сравнению с полугодием прошлого года. Но, тем не менее, если в прошлом году у нас дорожно-транспортное происшествие с участием детей произошло 16, в этом году 11, то в этом году мы потеряли ребенка 15 лет в марте месяце. И, конечно, это было не по вине несовершеннолетней, но, тем не менее, факт остается фактом, трагедия в семье произошла. Но в этом году у нас по вине несовершеннолетнего был только один случай. Это говорит о том, что вот эта системная работа, профилактическая работа, разъяснительная работа, она имеет свой эффект». Акция «Безопасное лето» в Альметьевске прошла совместно с ГИБДД и ГБУ «Безопасность дорожного движения». Татьяна Леонтьев, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ. «День физкультурника» 8 августа в Альметьевске отметят фестивалем «Я выбираю спорт». Он пройдет на городском пляже. В программе спортивного праздника несколько мероприятий, в том числе и сдача нормативов ГТО, и подведение итогов квест-игры «Спортдозор», которая прошла в минувшие выходные. И с 7 по 9 августа в городе пройдет чемпионат России по триатлону. «Обязаны будем соблюдать все, в первую очередь, правила безопасности. И самое главное – это соблюдение правил Роспотребнадзора по количеству участников, по социальной дистанции, по ношению масок и перчаток». Альметьевский хоккейный клуб «Нефтяник» сыграл с казанским «Акбарцем». Матч прошел в Казани. Это вторая игра для альметьевской команды. Счет открыли казанцы на седьмой минуте первого периода. Во втором периоде Станислав Альшевский восстановил равенство. А после броска Даниэля Насибулина альметьевская команда вышла вперед со счетом 1-2. Решающим стал третий период. Акбарс забил две шайбы в ворота соперников. Матч закончился со счетом 3-2 в пользу казанской команды. «Хорошая игра. Для нас это уже вторая игра подряд за два дня. Отличный соперник. Ребята вышли. Немножко сначала стушевались. Потом поняли, что можно играть с другим соперником. И скажу, что игра понравилась с нашей стороны». 7 августа в пятницу «Нефтяник» сыграет в Альметьевске с Нижнекамской командой «Нефтехимик». И расскажем о погоде на предстоящие сутки. 6 июля в Альметьевске сохранится жаркая и солнечная погода. Осадки не обещает. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду. Ночью плюс 19 градусов, днем плюс 30. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Атмосфера «Нефтехимик» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова